Здравствуйте, друзья! Вы на канале Fit4Life. И герой нашего сегодняшнего выпуска Стивен Као, личный тренер, фитнес-модель и профессиональный культурист из США. Его история удивительна тем, что он получил прокарту в семнадцатом году, всего через год после своего дебюта на сцене. Стивен Као родился 21 ноября 1994 года. На протяжении всего своего детства и юности Стивен занимался любимым видом спорта – баскетболом. Однако после открытия для себя силовых тренировок в возрасте 16 лет, предпочтения Стива постепенно изменились. Он стал проводить больше времени в тренажерном зале и меньше играть на баскетбольной площадке. В конце концов, он вообще бросил баскетбол и вместо этого занялся бодибилдингом. После многих взлетов и падений, сложных проблем, включая диагноз паховой грыжи, Стивен стал признанным культуристом и популярнейшим персонажем в социальных сетях, живя под своим девизом «Усердно работайте над всем, что вы делаете, и успех не заставит себя долго ждать». Это история Стивена Као. Никогда не отступай, как бы сильно не били тебя невзгоды. Всегда двигайся вперед. Жизнь будет бросать тебе водоворот препятствий и проблем. Но это только сделает тебя сильнее. Никогда не сдавайся. Стивен Као изначально начинал заниматься железом для того, чтобы приобрести мышечный корсет для более успешной игры в баскетбол. В детстве Стивен любил проводить время на баскетбольной площадке настолько, что планировал зарабатывать этим на жизнь. Однако в возрасте 16 лет он понял, что ему надо больше мышц, чтобы оставаться конкурентно способным на баскетбольной площадке в компании более взрослых и мощных оппонентов. В результате он записался в ближайший тренажерный зал, где начал тренироваться с отягощениями. Именно здесь жизнь Стивена приняла другой оборот. Результаты, которые он заметил от силовых тренировок, спровоцировали его решение бросить баскетбол, а затем и заняться бодибилдингом. С этого времени Стивен разработал план тренировок, которому следовал несколько дней в неделю, продвигая свой физический прогресс еще дальше. Однако через некоторое время он достиг плотов своей трансформации. Его мышцы больше не росли так сильно, как в начале. В результате Стивен начал пробовать различные методы и способы дальнейшего роста мышечной массы. После нескольких месяцев проб и ошибок Стивен наконец понял, почему он больше не растет так быстро. Вся проблема была в его питании. Как только он увеличил количество потребляемых калорий, то вновь начал прогрессировать. После нескольких лет совершенствования своей диеты и тренировочного плана Стивен построил внушительную атлетичную фигуру. Однако этого было недостаточно для него. И Стивен хотел еще большего вызова, который состоял в том, чтобы соревноваться в бодибилдинге в категории мэнс-физик, ну и зарабатывать этим на жизнь. Вскоре фантазия Стивена превратилась в реальность. Он нашел себе тренера и начал готовиться к своему первому старту. Процесс подготовки был не из легких. Наряду с жесткими кардио-тренировками, силовыми тренировками и строгой диетой, Стивен также столкнулся с серьезной проблемой – травмой. Во время подготовки он заработал паховую грыжу. В результате атлет был вынужден перенести операцию, которая отбросила его назад на три месяца. И все пришлось начинать практически с нуля. Стивен воспринял все это спокойно, только чтобы вернуться более сильным, чем когда-либо. Он не только восстановил все свои мышцы, но и произвел впечатление на всех, заняв первое место в своем дебютном турнире NPC John Camper Classic 2016 года. Вскоре после своего дебюта в John Camper Classic Стив снова появился на сцене. На этот раз это было в национальном чемпионате 2016 года, где он соревновался, чтобы выиграть прокарту. К сожалению, тогда его попытка не увенчалась успехом. Несмотря на неудачу, результат не обескуражил Стивена. Он продолжал усердно тренироваться в тренажерном зале в течение всего года, делая перерыв от соревнований, чтобы сосредоточиться на победе прокарт на национальном чемпионате 2017 года. Жертва окупилась. Стивен занял общее первое место на турнире Junior Nationals 2017 года и стал обладателем заветного звания профи. Теперь, когда Стивен выиграл свою профессиональную карту, он мог конкурировать с лучшими культуристами. Его профессиональный дебют состоялся в том же году, когда он выиграл национальные соревнования. Шоу называлось San Jose Pro, а Стивен занял четвертое место в категории Men's Physique. Наряду с его успехами на сцене Стивен также получил большое признание в онлайн-сообществе. Он выкладывал посты из своей жизни в своих профилях и социальных сетях, получив в результате огромное признание аудитории. В данный момент на его аккаунт в сети Instagram подписано более 720 тысяч человек. Увидев огромное количество поклонников, поддерживающих его, Стивен решил отплатить им тем же, став личным тренером. Благодаря его советам по тренировкам, питанию и образу жизни, многие люди стали сильными, подтянутыми и здоровыми. Если ты идешь по пути, на котором нет никаких препятствий, то он, скорее всего, никуда не ведет. Эти проблемы должны быть преодолены, чтобы сделать вас сильнее. Оставайтесь сосредоточенными и последовательными в попытках преследовать ту мечту, которую вы хотите достичь. И из нее выйдет что-то великое, говорит Стивен. Атлет тренируется таким образом, чтобы позволять ему строить пропорциональную и эстетичную фигуру. Он стремится выглядеть как культурист из 70-х годов, с тонкой талией, большими и круглыми плечами, широкой спиной и плоским животом. Чтобы достичь своей цели, Стивен тренируется 5 или 6 дней в неделю. Его тренировки длятся долго, от полутора до двух часов. Это позволяет ему тренироваться с большим объемом, а также давать себе достаточно отдыха между сетами, чтобы поддерживать высокий уровень энергии на протяжении всей тренировки. В то время как некоторые конкуренты считают, что диета на курице и рисе – это настоящая пытка, Стивен с удовольствием ест эти продукты. Как он говорит, это очень простая еда, но она мне нравится. Что касается межсезонья, то Стивен в основном придерживается здорового и правильного питания. Тем не менее, иногда позволяет себе съесть что-нибудь вредное, например, бургер или суши. Что мы можем узнать от Стивена Као, так это то, что вы никогда не должны бояться рисковать в жизни. Стивен был на безопасном и, возможно, успешном пути, играя в баскетбол в подростковом возрасте. Однако позже он понял, что бодибилдинг был его истинной страстью. Поэтому он решил рискнуть, занявшись им вместо баскетбола. В конечном счете оказалось, что это было одно из лучших решений Стивена, поскольку он стал профессиональным бодибилдером и успешной фитнес-моделью. Жизнь Стивена Као – это как урок всем. Помните, что иногда разумно отказаться от некоторых вещей, чтобы получить что-то, что потенциально может изменить вашу жизнь к лучшему. На этом все, друзья. Если это видео было вам интересно, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok